21 июля 1992-го, Москва. В Кремле подписывают соглашение об урегулировании конфликта на Днестре. Этот документ стал прологом мира на Днестре. Его суть – отвод войск, миротворческая миссия России, создание объединенной контрольной комиссии, определение зоны безопасности. Соглашение не носит политический характер. Оно именно направлено на прекращение гибели людей. А что может быть дороже людей? Ценность документа определяется ценностью того механизма, который он установил. Речь идет о миротворческой операции, а ей нет цены. Это механизм, который 30 лет обеспечивает мир и безопасность на берегах Днестра. Соглашение 1992-го года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестрое – это достаточно значимый и весовый документ. Вы знаете, что подписывали этот документ президенты Российской Федерации и Молдовы, но в присутствии президента Игоря Николаевича Смирнова, где впоследствии приднестровская сторона сделала свое заявление по отношению к данному соглашению. И мы тогда выразили полное согласие в части выполнения тех обязательств, которые возлагались на приднестровскую сторону. И вот уже на протяжении 30 лет безукоризненно выполняем каждый пункт данного соглашения. И считаем, что это единственный документ, который действительно сегодня стабилизировал ситуацию и позволил, скажем, организовать темирные процессы и политический диалог между сторонами. Через 8 дней после подписания соглашения в Москве, 29 июля на Тираспольском аэродроме приземлились самолеты из России. На борту десантники Псковской и Тульской дивизий. На берега Днестра прибыли в статусе миротворцев. В Дубосарах и Бендерах их встречали с цветами и слезами. А сейчас повеселее немножко, когда поддержка идет? Конечно, повеселее. И одновременно грустно. Очень грустно. Слишком много людей мы потеряли. Слишком много людей в городе, когда все это время произошло. Слишком много горя у людей. Только тогда в Приднестровье поверили – наступил мир. Дом культуры Ткаченко в Бендерах. 30 лет здесь каждый четверг проходит заседание Объединенной контрольной комиссии. Это мозг миротворческой миссии на Днестре. За столом представители Приднестровья, России, Молдовы, Украины, ОБСЕ. Говорят о мире на Днестре. Делегация Приднестровья, как ведущая сегодняшнее заседание Объединенной контрольной комиссии, приветствует все делегации на сегодняшнем заседании. И как уже сложилось традиционно, просим перед началом нашего заседания доложить о готовности к работе, если можно. Пару минут для СМИ, дальше все за закрытыми дверьми. После короткое интервью участников и главный – успокаивающий всех посыл. Так работа УКК выглядит со стороны. И пока ситуация стабильная и контролируемая, что происходит за закрытыми дверьми не особо интересует. А там порой в стенах Дома культуры о культуре забывают. Никогда мы не рассказываем нашему населению, насколько остро идет заседание Объединенной контрольной комиссии. Наверное, населению нужен результат, нужен мир. Нужно направить детей в садики, направить детей в школы, учить, обеспечивать. Работа должна быть для населения, мир должен быть. Вот это главное. А то, что мы деремся за чубы друг друга, образно говоря, таскаем, обзываем друг друга, и такое, к сожалению, бывает. От этого не уйти. За 30 лет несколько раз за работой Объединенной контрольной комиссии следили все. Какие самые серьезные конфликты, на ваш взгляд, разрешила Объединенная контрольная комиссия? Вот мы поднимали архивы. Один из таких конфликтов – это земельный вопрос в Дубасарском районе. В 2004 году даже есть у нас съемка, как сотрудники полиции дерутся с сотрудниками милиции. Эпизодически конфликтные ситуации возникают в зоне безопасности. Они имеют как человеческий фактор, так и, допустим, конфликтную составляющую с правоохранительным органом. Как раз вот тот случай, о котором вы упоминаете, он был завязан именно на землепользователей. То есть в этом контексте, естественно, когда непосредственно органы власти начальника пункта Качьеры и органы власти Дубасарского района не смогли очень четко определить территориальность возможного обработки полей и всего остального в этой части, как бы возник так называемый хозяйственный спор. В этот спор были привлечены правоохранительные органы, в результате которого и случилось вот это противостояние, в котором уже непосредственно миротворцы, подразделения миротворческих сил, группы «Быстро реагирование», представители объединенной контрольной комиссии как раз и занимались разведением конфликтующих сторон. Из такой категории могу привести случай, складывающийся в населенный пункт Микрин-Северный, города Бендера. Это 2013 год. Вы помните ситуацию, которая происходила. Фактически это противостояние 400 человек с молдавской стороны, где-то порядка 150 человек с приднестровской стороны. Конфликт уже приобрел такую форму, что шли потасовки, уже мелкие стычки, драки. И в этой основе тоже объединенная контрольная комиссия в полном составе, включая молдавскую составляющую, российскую составляющую, приднестровскую составляющую, выехала вместо этих беспорядков и приняла все безотлагательные меры. В течение двух суток практически происходили определенные отрицательные моменты, которые могли бы повлиять на общую стабильность в зоне безопасности, но, однако, общими усилиями они были решены. У нас есть регулятивный компонент – это ОКК, у нас есть, собственно, силовой компонент – это миротворческие силы, и мониторинговый компонент – это военные наблюдатели. В свою очередь ОКК тоже состоит из трех сторон, среди которых, собственно, у нас ведущий участник – это Россия, две стороны конфликта, два участника с мониторинговыми наблюдателями полномочиями – это УБСЕ и Украина. Это позволяет органам ОКК работать, взаимодополнять друг друга и оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации. И, как показал наш опыт, это, на самом деле, довольно уникальная миротворческая операция, которую, на мой взгляд, нужно изучать, нужно изучать в том числе для того, чтобы существующие конфликты предотвращать в других местах. Это можно использовать, тем более, что за 30 лет этот опыт накоплен очень богатый. Кроме того, еще надо сказать, что у нас есть два параллельных процесса – это миротворческая операция и преднестровское урегулирование. Преднестровское урегулирование – это политический процесс, цель которого – поиск политического решения, урегулирование конфликта, собственно. А миротворческая операция – это, во-первых, ее цель само по себе, разумеется, это мир. И, кроме того, это обязательные условия достижения политического урегулирования. Ситуации, когда продолжается конфликт, но это практически невозможно. Возможно только силовое подавление одной из сторон. Таким образом, несмотря на то, что довольно долго у нас этот процесс идет, в любом случае мы даем новые и новые шансы сторонам для того, чтобы они все-таки договорились. Поэтому я думаю, что вот эта конструкция, которую когда-то нащупали, она оказалась работающей. Состав «Россия-Преднестровье-Молдова» не только за столом Объединенной контрольной комиссии, но и на совместных постах. Там не так эмоционально, как на заседаниях в Доме культуры Ткаченко. Заступая в наряд с военнослужащими Российской Федерации, с военнослужащими Республики Молдова, конфликтов как таковых нету. Ребята все молодые, адекватные, знающие свое дело, легко находятся в общий язык, скажем так, все за одно, все за мир. Там все прекрасно понимают, там же так же люди, как и мы. У них так же семьи, дети, им это тоже не надо. От войны никто не выигрывает. Как сказал генерал-лейтенант Лебедь, любая война заканчивается переговорами. Любая. Так зачем же начинать какие-то действия вооруженные, чтобы гибли люди? Если в любом случае мы сядем за стол переговоров, так почему бы на этом этапе не присесть и не договориться? На вопрос, что значит быть миротворцем, каждый вне зависимости от звания и должности отвечает сразу и даже не задумывается. Сохранять мир в Пренестрове. Урегулировать конфликты между вождущими сторонами. Ну, я думаю, это самое главное. Для меня в первую очередь быть миротворцем – это нести мир, сохранять жизнь и спокойствие наших граждан. В миротворческих силах я уже практически ровно 10 лет попал сюда по распределению после университета, после окончания военной кафедры. Прослужив здесь два года, решил связать свою жизнь с миротворчеством, с миротворческой операцией. Прослужив здесь несколько лет, я понял, что это мое, мне это нравится. И, наверное, до конца жизни буду военнослужащим. Меня абсолютно все устраивает, как в современном мире у нас любят говорить, уезжаю на заработки, этого я делать не собираюсь. Люблю свою родину, хочу и буду ее защищать. Это Валерий Евдокимов, миротворец, герой нашего времени. 13 лет отдал службы в оперативной группе российских войск. 1 августа 2021, воскресенье. Он вместе с детьми отдыхал на берегу Днестра. Услышал крики о помощи, донул 12-летний мальчик. Валерий Евдокимов бросился на помощь, ребенка спас, сам выбраться не смог. Все произошло на глазах его собственных детей. И ночью добрый был, всем помогал. И детей любил. С работы приходил, детям комнаты делал. Каким отцом он был? Ой, хороший. Они без него даже не лягали спать. Папочка мыться и пошли с потоньки. И спимают вот так его, и держат, когда в нарядах со мною, а когда папа только с папочкой. А он мог просто вот идти, люди работают, видят тяжело, остановятся. Даже вот в другом направлении шел. Вот просто останавливался, брал, нес, помогал. То есть, если вот видят тяжело, вот бабушка даже в другую сторону, это не потому что на показ, а потому что реально такой в жизни был. Я считаю его героем. Он всегда всем помогал. Жалко, конечно, что детки остались, но зато спас жизнь другому ребенку. В декабре 21-го президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о награждении Валерия Евдокимова орденом мужества посмертно. Ему было 36 лет. В 2009-м сержант миротворческого контингента России Александр Гульчак спас двух девушек от вооруженного грабителя. В 2016-м в Бендерах миротворцы не дали девушке сброситься с моста. Такая же история произошла в 2021-м в Криулянах. Всегда быть готовым прийти на помощь, защищать людей. Все по заветам первого миротворца в Приднестровье. Для понимания секрета успеха нынешней миротворческой миссии России на Днестре надо отправиться в прошлое. В 1792-м после очередной русско-турецкой войны Стамбул и Санкт-Петербург подписали в яссах мирный договор. Один из пунктов определял границы двух империй. Согласно документу, она проходила по Днестру. На новой территории, на левом береге Днестра, решили построить крепость Срединную. Контролировать строительство Екатерина II поручила генералу Александру Суворову. Почему именно Суворов? Во-первых, он понимал в организации военной инфраструктуры. Военную карьеру начинал как администратор тылового снабжения. Плюс Александр Васильевич опыт по укреплению границ имел. Со Швецией и на южных рубежах, на Кубани. Во-вторых, все понимали, новая война с Османской империей неизбежна. Европейским державам не нравилось усиление России в Северном Причерноморье. А в 1792-м Суворов на пике славы. После побед под Рымником, Факшанами и Измаилом о нем говорит вся Европа. Называют Северным Скифом и Грозой Турок. По задумке Екатерины II, именно фактор Суворова должен был стать основой для мира на новой границе империи и заставить Стамбул как минимум не спешить с реваншем. Но избежать очередной войны с Турцией все-таки не удалось. В 1806-м году русская армия под командованием Мейндорфа берет Бендерскую крепость. Тогда это Османский форт. Через 6 лет успех закрепили дипломатически в Бухаресте. По мирному соглашению 1812-го Бессарабия, в том числе и Бендеры, часть Российской империи. Окончательное освобождение этих земель в 1806-м году от турецкого господства позволило местному населению не опасаться постоянных набегов со стороны татар. Дело в том, что в Стамбуле прекрасно понимали, что молдаване, православные по вере, они всегда будут поддерживать русскую армию. Так сложилось исторически. Поэтому, прекрасно понимая, что предстоит очередная война с Россией, эти земли периодически подвергались сокрушительному разорению. Приход русской армии гарантировал, что они будут защищать своих единоверцев, молдаван, от нападений со стороны татар и туров. После русско-турецкой войны 1806-1812 года российские войска уже охраняли милую и покойную территорию Бессарабии, Бессарабской губернии Российской империи. И вот эти столетия солдат России, солдат Советского Союза никогда не покидал данную территорию. И мы одно целое. И в этом есть успешность миротворческой миссии. А сегодняшние миротворцы, они продолжают славное дело своих прадедов, дедов и отцов. Это определенный такой культурный код, что ли, что Россия – это защитник, Россия – это миротворец. Мы регулярно задаем вопросы о том, чувствуете ли вы опасность возобновления конфликта. И действительно, для многих преднестровцев, особенно в последнее время, эта тревожность возросла. И когда речь идет непосредственно о миротворческой миссии, о миротворцах, то здесь, конечно, мы наблюдаем очень высокие положительные оценки. Практически 80% говорят о том, что миротворческая миссия, миротворческая операция в Приднестровье является эффективной и надежной. Более того, когда приднестровцы оценивают надежность миротворческой операции на Днестре, то, например, в 2012 году так считалось 65%, сейчас так считают уже больше 80%. То есть больше, чем на 15% выросла оценка эффективности. То есть приднестровцы доверяют миротворцам, и более того, они чувствуют себя защищенными, когда здесь присутствуют миротворческие войска. Как в Приднестровье относятся к российским миротворцам и собственной истории, можно понять и без социологических опросов. Достаточно выйти на улицы городов. Памятник Суворова и Екатерины в Террасполе, арка «Блаженные миротворцы в Парканах», памятник воинам-миротворцам в Бендерах. Если для миротворчества мы его, наверное, подвозь не ставили, не ставили, почему мы не собираемся. Тут считаем, что ту миссию, которая была возложена на миротворческие силы здесь, созданную на, сейчас она называется, объединенная контрольная комиссия. Тогда, в два раза, смешанная контрольная комиссия. Была возложена важнейшая задача, серьезная задача. И это был третий опыт за очень короткое время. Первый был в Лежной Осетии, потом был в Абхазии. То вот это был принесен сюда и по возведению вражающих сторон, и по созданию совместных постов, и по новым выручкам. И это, пожалуй, за всю историю большого миротворчества, не только в нашей стране, бывшей нашей стране, в Советском Союзе, а в Советском Союзе точно, был первый, удачный, успешный опыт установления мира. Приднестовский кризис ушел со страниц газет, из телеэкранов, как кризис, который имеет трагический, драматический характер. Он перешел в фазу политическую. И здесь это, безусловно, заслуга России, которая там держит свой миротворческий контингент. Это заслуга руководства Приднестровья, которая ведет себя очень взвешенно и очень вдумчиво. И это, кстати, вообще Приднестовский кризис можно было в каком-то смысле, да, это кризис, но его можно было приводить в пример другим государствам о том, как можно в замороженном состоянии поддерживать более или менее нормальное функционирование территории и обеспечение прав граждан, которые на ней проживают. Другой гарантии отсутствия военных приготовлений, ее на самом деле не существует. И мы видели, как эти процессы складывались в других странах, да, мы видели, как, допустим, в Южной Осетии прекратила работать совместная контрольная комиссия и через год случился непосредственно военный вооруженный конфликт в 2008 году. 16 июня 1992-го. Всего за три дня до начала бойни в Бендерах парламент Молдовы принял постановление об основных принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Что это значило? Прекращение огня, разъединение сторон, переход к переговорам. Создали двусторонние смешанные комиссии. Они работали на линии соприкосновения, в частности в Бендерах. Наблюдали, как снимали блокпосты, и гвардейцы возвращались в казармы. Город формально оставлялся под наблюдением четырехсторонней наблюдательной комиссии. В ее состав входили представители Молдовы, Румынии, Украины, России. 19 июня стало понятно. Это не поможет. В 16.45 в Бендерах прозвучали первые выстрелы. Была создана четырехсторонняя комиссия из россиян, представителей Украины, Румынии и Молдовы. И было поставлено условие вооруженной формирования, оружие должно быть выведено из Бендер. И в результате мы получили через два дня то, что мы получили. Это крест на доверии. И вот с того дня, по сегодняшний день, никаким договоренностям, связанным с республикой Молдовы, Молдове я не доверяю. И тут невольно вспоминаю песню. Какими мы были наивными, как верили в себя. Помните песню? Она вроде здесь не подходит, еще как подходит. На сегодняшний день очень много таких диванных знатоков, диванных политиков, которые рассуждают о замене миротворческой миссии Российской Федерации на некую гражданскую миссию. Но есть история этой гражданской миссии. Опять же, 19 июня, да, на территории города Бендеры была гражданская миссия. И что? После первого удара разбежались как мыши, понимаете? Их собрать было невозможно. Их потом собрали на второй-третий день гвардейцы и казаки и, прикрывая собой, вывели их из города Бендер. Да они даже не удосужились написать хоть одну справку по причинам данного боя, столкновения, данной войны. Вот вам ценность гражданской миссии. Когда разразился конфликт, на определенной стадии стало понятно, что остановить его можно только внешним вмешательством. Соответственно, России пришлось вмешаться. У нас довольно оперативно сложился ныне действующий, на мой взгляд, довольно удачный формат миротворческой операции. Собственно, его основы были заложены еще тогда, в 92-94 год, когда были созданы все его рабочие органы. И он, как бы это все внешние наблюдатели признают, он эффективно функционирует на сегодняшний день и выполняет свои задачи, несмотря на все непростые процессы, которые происходят в том числе и в регионе. Это доказывает, что те, кто основал этот формат, те, кто начинали эту миротворческую операцию, ну, очень сделали большую работу. И этим людям мы тоже должны быть благодарны, потому что он функционирует, он выполняет свои задачи, мир на генестре сохраняется. После подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта на Днестре создали Объединенную контрольную комиссию. Первое заседание прошло 27 июля 92-го в Доме культуры Ткаченко. Тогда приднестровскую делегацию возглавлял Владимир Рыляков. Владимир Маркович, вы узнаете этот зал? Да, немножко изменился. Но в целом... А что, здесь очень скромно все. Стол, стулья и все. Ну вот здесь, можно сказать, начиналась миротворческая миссия на оберегании. Да, здесь делегация наша сидела с той стороны от Молдовы. И посредине, в центре, российская. Вы помните, как шли эти переговоры, как шло обсуждение? Первые два дня, 27-е, 28-е июля, были очень сложные. Потому что предложенный формат с российской стороны не воспринимался республикой Молдова. Они ничего конкретное не предлагали. Но, что бы ни предложили россияне, что бы ни предложили... Не предложила наша делегация, они все отвергали. Ну и практически на второй день, в середине дня, уже не выдержал сопредседатель от России, генерал-лейтенант в тот период Журбенко Владимир Михайлович. Он не выдержал, сказал, что... Ну, приднестровская сторона неоднократно шла на компромиссы, предлагала различные варианты. Вы все отвергаете. А встречных предложений мы от вас не слышим. Вы что, хотите сорвать создание миротворческой операции? Или формирование миротворческой операции? Ну что ж, я сейчас иду, у меня вон там рация, машина с радиостанции стоит. Сейчас буду выходить на Бориса Николаевича Ельцина, докладывать ему. Ну и делегация от Молдовы попросили перерыва посоветоваться. Они ушли, их не было часа полтора. Потом вернулись, мы сели за столы. И уже более конструктивный начался разговор. Компромиссы уже пошли. Собственно, весь спор разгорелся вокруг установления зоны безопасности. Зона безопасности определялась решением Объединенной контрольной комиссии. Чтобы определить зону безопасности, надо четко понимать, что в принципе это та зона, где шли боевые действия, реальные боевые действия. Населенные пункты в том или ином отношении, где уже велись непосредственно боестолкновения, где непосредственно велись боевые действия, там, естественно, и была определена более-менее конкретная та зона, которая являлась буферной зоной, из которой необходимо было выводить вооруженные формирования. В Бендерах есть учебный центр, в Дубосарах и стоят миротворческие батальоны, в Гриополе стоят миротворческие батальоны, также в Молдавской стране, в Качьярах стоят миротворческие батальоны, в Кошнице стоят, на Варнице стоят миротворческие подразделения. Значит, в этом контексте чутко утверждать, что здесь в зоне безопасности нет вообще вооруженных формирований, это неправильно. Но вся зона, вся, значит, смысл ответственности за зону безопасности, значит, впоследствии был возложен на миротворческие силы. И вот по сегодняшний день как раз тот состав именно вооруженных формирований, входящий в состав совместных миротворческих ЗИЛ, и поддерживает именно порядок и безопасность. Границы зоны безопасности – камень преткновения тех самых первых заседаний Объединенной контрольной комиссии. Эта территория длиной 225 километров, шириной от 10 до 20 километров. Зону безопасности разделили на три участка. Северный – от Дубасар до Каменского района. Южный – это город Бендеры. Часть Слободзейского и Каушанского районов. И центральный – Дубасарский, Креулянский, Новоаненский районы. Зона безопасности – это территория, на которой определенные правила. Они установлены временным положением о деятельности воинских подразделений, военных наблюдателей и воинских контингентов совместных миротворческих сил. Все те ограничения, которые вводились именно Объединенной контрольной комиссии, они впоследствии, как говорится, и регулировались Объединенной контрольной комиссией. Вы знаете, что практически до 2001 года в городе Бендеры действовал комендантский час в этой части. Это было определенное решение Объединенной контрольной комиссии. В зону безопасности запрещен ввоз и вывоз оружия, боеприпасов. Все находится под контролем совместных миротворческих сил и правоохранительных органов. Есть определенный режим въезда и выезда в зону безопасности. Вы знаете, что в зоне безопасности сначала функционировало 75 миротворческих постов, потом 23. И в настоящее время их функционирует 15 совместных миротворческих постов. На границах зоны безопасности споры не кончились. Они продолжаются до сих пор. Поводы разные. Цели и методы у сторон в этих спорах отличаются. Молдавская сторона в принципе действует очень интересно, потому что, пользуясь своим присутствием на заседаниях ОКК, она не только пытается дискредитировать миротворческий механизм как бы извне, то есть путем определенных обращений в Генассамблею ООН, странных решений Конституционного суда Республики Молдова, очень странных заявлений правительства Республики Молдова, путем демаршей против российского военного атташата и так далее. Или каких-то заявлений публичных молдавских политиков. Но она в том числе и занимается разбалансированием миротворческой конструкции изнутри. То есть молдавская делегация ОКК непосредственно ставит негодные, не относящиеся к компетенции ОКК вопросы, систематически их ставит. Молдавская сторона постоянно, практически почти с самого начала миротворческой миссии, нацелена на его разрушение. Это ни для кого не секрет, это очевидно. Делегация молдавская приезжала на заседание ОКК уже с мнением, что миротворческая операция неэффективна. И целый ряд вопросов, которые поднимались молдавской стороной на заседаниях ОКК, это была политизация деятельности ОКК, что ни в коем случае нельзя было допустить. Молдавская сторона постоянно инициировала вопросы, которые уводили миротворческую составную в сторону. Практически на каждом заседании ОКК приходилось не допускать тех моментов, которые хоть чуть-чуть затрагивали процессы разрушения миротворческой операции или приостановлении ее деятельности. Мы считаем, что сегодня Молдова как объект влияния, не субъект, а именно объект западного влияния, готовится усиленно для того, чтобы торпедировать, нанести удар по двум основным целям. Это миротворческая операция и непосредственно пророссийское Приднестровье. Мой главный призыв заключается в необходимости осознать всю серьезность и глубину угроз для России и Приднестровья. Показателем нашего такого осознания должны стать наши конкретные решения, практические действия, направленные на защиту граждан России, соотечественников полумиллионного Приднестровья и миротворческая операция на Днестре. Она должна продолжаться в первых обстоятельствах, включая политический Димаш и Молдову. Я всегда говорил, что объединенная контрольная комиссия обречена на успех. Почему? Потому что у нас нет другого шанса, как все-таки найти точки соприкосновения и принять те решения, которые могли бы позволить и дальше продолжать миротворческую операцию в полном объеме. Я думаю, что это весьма получается даже в нынешних сегодня тяжелых условиях. За 30 лет, конечно же, Россия доказала свою эффективность. Это даже не обсуждается. Не обсуждается, но это очень и очень нервирует, скажем так, врагов и Приднестровье, врагов и России. И есть, конечно, желание дискредитировать миротворчество. Несмотря на громкие заявления из Кишинева, разговоры о замене миротворцев и попытке давления, российская миротворческая операция продолжается. И, как говорится в соглашении, под которым подписался и президент Молдовы 21 июля 1992-го, миротворцы России на Днестре останутся до полного урегулирования конфликта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова